Привет из дома. Более 4 тысяч талисманов добра своими руками сделали школьники Сургута для военнослужащих, исполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Всероссийская акция проходила с середины февраля по середину марта. Сейчас сделанные руками детей обереги и небольшими партиями уже начали отправлять адресатам. Ребята шили маленькие игрушки, вязали сувениры, выжигали по дереву брелоки. Каждая школа самостоятельно выбирала поделку, которую создавали ученики. Ученики нашей школы изготавливали мишек. Один из символов России, олицетворяющий мощь державы, это медведь. Поэтому талисманом добра мы выбрали медведей. Мы изготавливали их со своими родителями, учителями и на уроке трудов. Они очень маленькие и мягкие. Их можно положить с собой в карман. И я уверена, что это хороший оберег для наших солдатов, потому что мы их шили с любовью. Мы приготовили талисманы в виде сердец, которые символизируются с любовью и теплом дома. Чтобы они помнили, кого и что они защищают. Мы надеемся, что эти талисманы будут оберегать наших военнослужащих, которые защищают нашу родину. Всего в акции приняли участие 29 сургутских школ. Помогали делать талисманы детям, родителям и педагогам. Отправкой ценного груза занимается гуманитарный добровольческий корпус Югры. Как отметил руководитель штаба добровольцев Светлана Басова, такой презент для военнослужащих не менее важен, чем набор, включающий в себя предметы первой необходимости. Привет из дома – это всегда приятно. А тем более, когда это сделано ручками маленького человечка, которого на сегодняшний день ребята защищают. Будем говорить правду, что мы защищаем землю, родину для будущего. И им, этим деткам, жить в будущем. И когда детишки уже сейчас говорят спасибо, это важно и тепло, и поддерживающе.